Радио 54 Напомню, что в этот раз у нас машинки стартовали из Танзании, из города Дар-Салам, где мы их оставили в прошлом этапе. Мы проехали, собственно, кусок Танзании, мы проехали Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Лесота, Свазилент. И в итоге мы закончили наше путешествие в ЮАР, заскочили на мыс Игульный, это самая-самая южная точка Африки, и припарковали машинки в Кейптауне. В общем и целом мы ехали приблизительно 45 дней и проехали 11,5 тысяч километров. Вот вы оставляете машины на такую, на долгую парковку, где вы их-то припарковали, кто их за ними будет присматривать? Каждый раз это квест, знаете, где оставить машину, где мы только не оставляли, у знакомых в Таиланде, у других знакомых... Да там сейчас на них в Кейптауне таксуют. Кому-то ключи оставляются, нет? Сейчас, секунду, расскажу, нет, слава богу, мы перестали оставлять ключи. Потом у нас машины были в Дубае, потом они стояли в культурном центре в Адис-Абабе, в Эфиопии. Последний раз они стояли прямо на улице в церкви Пятидесятников в Дар-Саламе, потому что это единственное место, где мы смогли их оставить. А в этот раз, слава богу, это платная парковка с такой крышей. Все очень красиво, серьезная охрана, электрические сетки. В общем, в этот раз мы как-то поспокойнее, потому что в прошлый раз было... В общем, если вы билетик потеряете, то будет потом трудно... Не-не-не, у нас не билетик, у нас специальный брелок электронный для доступа на эту парковку. Ну вот, не потеряйте, Алексей. Ни за что! Он вшит в большой палец. Было бы отлично, да. Техника не стоит на месте. Почему вы выбрали именно такой маршрут? Единственный ли это способ добраться до Игольного мыса или нет? Или это вообще не было целью? Как вообще составляется маршрут по Африке? Я вот, вы когда перечисляли, я себе просто вспомнила пару по политологии, где мы с столицей всяких стран учили наизусть. И просто тыкаешь вот так наугад такой, типа вот здесь и читаешь так, а вот так, вот такое название, а вот такое название. Ну, мы хотели проехать все. Вот, чтобы доехать до УАР и захватить все страны. В этот раз нам удалось. Мы захватили все, вот, вообще все, что было на пути, включая вот эти микроскопические страны. Ну, ладно, не микроскопические, маленькие страны, как Малави, Свазилент, Лисота. Они, правда, небольшие, там 200-300 километров, и ты вылетаешь в следующую страну. И поэтому, если посмотреть на наш маршрут, на карте, в которую мы проехали, то, знаете, там несколько таких вот зигзагов. Это далеко не самый прямой маршрут, не самый популярный вариант у путешественников, но нам интересно же было, раз уж мы проезжаем там мимо такой страны, ну, почему мы в нее не заехали? Ну, и вы не пожалели, что вы такой зигзаг сделали? Что вы в каждой стране интересного нашли, и что их там всех отличает? Не пожалели, потому что, ну, вот, ну, для меня, например, на, так вот, на карте, ну, что Свазилент, что Лисота были, ну, два таких вот небольших государства. В реальности это оказались совсем две разные страны. Лисота оказалась высокогорная страна, в которой есть, вы не поверите, африски, африканские лыжи. Зимой там выпадает снег, и можно кататься на лыжах. В Африке выпадает снег. Да, 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 это драконовые горы, там высота больше трех часов. Ты про пингвинов говорила сегодня, ну вот. Сейчас мы дойдем, сейчас мы дойдем до пингвинов. Да, да. Вот, и поэтому Лисота меня так поразила, я, ну, вроде читал и все знал. Покатались много? Пожалуйста, еще не сезон. Не сезон. Ну, снежок мы встретили. Встретили, понимаете, когда вот было до этого 35-40, а ты поднимаешься, там плюс 2-3 градуса. Такой же снежок, как в Сибири. Ну... Вы по всему земному шару одинаковый снег или нет? Нет, нет, снежок разный. Там теплый снег, да? Африканский. Горожий африканский снег. Да, про пингвинов, кстати, про пингвинов. Когда я начал читать про ЮАР, это еще было до поездки, я думаю, они не ошиблись. Какие пингвины в ЮАР? Как это опечатка-то? Я тоже не поверил, полдеть снег, правда? Оказывается, да ладно, ЮАР. Видели собственными глазами. Ладно, ЮАР. Оказывается, еще в куче других мест, далеко не так далеко, на юг, где они должны быть, где мы всегда думали, что они есть, пингвины водятся. И правда доезжаешь, и там прям целые огромные колонии. Эти смешные жирные птицы бегают. Написано, не гладить, пингвины кусаются. Прям так и написано. Кто еще кусается и кого вы встретили? Кого еще встретили на самом почете? Ой, много кого встретили. Были нацпарки. Ну, животными уже нас было не удивить, потому что мы их насмотрелись в предыдущие этапы. Скорее удивил их ареал обитания. Потому что, ну, вот есть нацпарк, понятно. Платишь деньги, заезжаешь, там все строго по правилам. Но ты выезжаешь из нацпарка, на самом деле, а животные туда остаются. И вот ты едешь по дороге, тебе перебегают там всякие... Как они называются? Зебры? Газели. Зебры. Переходит слон, начинает трубить. Ты ему в ответ тоже трубишь. У нас такой большой гудок пневматический. Он удивлен, наверное, говорит. Да, брат, уважаю. Ты такой же большой, как и я. И ты продолжаешь ехать. И вот эта вся живность, она вот спокойно ходит по дороге. Это уже далеко не территория нацпарка. Тем не менее, вот так выглядит жизнь во многих этих странах. Круто, когда то, что ты видишь обычно в зоопарках, ты видишь посреди дороги. Это круто. Средаваемые эмоции. Я смотрел, смотрел, и как кинется на меня, пришлось спасаться бегством. Вы успели сделать кадр? За секунду до, который называется. Сделал кадр товарищ, который сфотографировал меня со стороны. У меня, знаете, у меня видеокамера такая, вот слон, 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 а потом очень быстро мелькают кадры. Ноги, ноги, ноги. Бегу, бегу, бегу. Вы же знаете, что слон все запоминает. Я больше не поеду в Бацвах. А просто если что, он вас запомнил, если что, да? И у него в хоботе больше мышц, чем на всем человеческом организме. Мы с ним не будем тягаться, это точно. Есть просто дикие племена, которые, ну, понятно, что они контактируют. А вы, кстати, с ними контактируете? Мы приезжали в Эфиопию к племенам Ома. Но знаете, в чем минус? Их развратили туристы очень сильно. Очень сильно. Представляете, приезжают туристы, предлагают. Они уже знают, что такое деньги. Они понимают, что эти бумажки можно купить. У них даже есть уже телефоны. К нам подбежал первый человек, сувал телефон, зарядить надо было. И, конечно, их испортили туристы. Они уже за деньги все делают. Ну, это потому, что это более-менее такое место, куда водят туристы. Можно добраться, да. Да, можно добраться. Это относительно легко, цивилизованно и безопасно. Но вот сейчас у нас по пути будут еще племена, которые достаточно дикие. И туда уже сложнее туристам добраться. Это Ангола, это Чад, это Конго. Поэтому это будет интереснее. Но вот так вот они живут. Ну, в принципе, вот где-то на грани между цивилизацией и еще своими вот теми формами, так сказать, социальной жизни, где это было до того, как пришли европейцы. Поэтому много-много еще таких очагов практически первобытной жизни в Африке есть. Их просто нужно найти и искать. Удалось ли вам быть свидетелями какого-то проявления африканской культуры, вот именно человеческого чего-то? Не скажу, что прям вот ритуалы, но просто что-то, может быть, вы заметили какие-то песни, что-то, что-то в виде деятельности какие-то, которые вас впечатлили. Вот самое яркое впечатление, может быть, оно будет звучать не настолько ярко, насколько и для меня. Я, когда мы были в Эфиопии, я видел, у них был Новый год, у них он не совпадает с нашим. И мы заехали в какое-то кафе просто покушать, а у них праздник, и какую-то музыку обещали по телевизору. И я посмотрел, как девушки, которые просто то ли там работают в кафе, то ли зашли, как они танцуют, насколько ритмика, насколько энергия отличается от нашей, от привычной, от европейской. Вот они совершенно по-другому чувствуют ритм, он настолько изнутри идет. Это надо видеть, меня это так очаровало, я просто бегал минут 20, снимал это все. А играл доктор Албан, It's My Life. Кстати, недавно про него вспоминал, когда мы же в Нигерию заедем, он же из Нигерии сам. И меня это прям потрясло, вот это вот чувство ритма, насколько они все выкладываются. Поэтому вот для меня вот что-то такое настоящее африканское в этом содержится. Про Боль сами потанцевали? Ну, у меня нет такого, да. Мыс Игольный, в чем его уникальность? Что там видели красивого? Это просто очень знаковая точка. В 2013 году мы доехали до мыса Пиай, это в Малайзии, это самая южная точка Евразии. Так вот, мыс Игольный, он называется по-португальски Капо да Сагулис, так и есть иголка. Там просто компас себя ненормально вел, первыми там проплыли португальцы. Это ничего супер примечательного там нет, просто географическая точка. Это точка сама. Самый-самый-самый юг Африки. 140 метров возвышается эта точка. На чем? Не знаю, так написано. Ну, не знаю. На уровне моря, наверное, нет? Ну, как на уровне моря, когда там прямо она к морю выходит, она омывается морем. Там сливаются два океана, индийские, атлантические, то есть граница строго, вот наша воображаемая, проходит там. Мне пришлось даже искупаться по этому поводу. Ну, и как водичка? Как водичка, да. Ну, свеженькая, но тяжелее всего волны, которые там бьют очень хорошо. И надо было делать так, чтобы они тебя не сильно... Да, сёсера. Ну, руки пришлось, конечно, потом подзаклеить пластырем. Насколько это было тяжелое или не тяжелое путешествие относительно других? Как себя, не знаю, техника проявила? Да, с какими трудностями столкнулись? Да, какие-то трудности. В этом смысле было относительно проще путешествие, потому что начиная с... Вот как только мы выехали из Мозамбика, попали в Зимбабве, Замбию, началась, знаете, такая цивилизованная часть Африки. И своего пика цивилизации она достигла в ЮАР. Я, конечно, знал, что ЮАР – это развитая страна, но представить, что это Америка в миниатюре, я не мог. Вот на самом деле, ну, со своей спецификой, что ночью лучше не гулять. Очень много всяких колючей проволоки под напряжением, почти вокруг каждого дома приличного. И, ну, и неблагополучные такие районы, куда вообще лучше не соваться, хотя мы усунулись, честно говоря, в Юханасбурге. Вот, и получилось, что ЮАР – это прямо очень-очень-очень развитая страна, она прямо превзошла наши ожидания, я не думал. И поэтому, знаете, такое ощущение было, что, блин, а где же вот настоящие трудности-то? Почему? Слишком все хорошо. Экстрим-то был какой-то? В этот раз экстрим был у нас. Он у нас был, когда мы пересекали границу Танзании-Мозамбика. Было три варианта проехать. До этого там прошел тропический шторм Эдай, поэтому все дороги прям… Некоторые города прям скрыло водой, там начались эпидемии ТИФа, холеры, и вот вообще стал вопрос, а может вообще не ехать? Ну, мы так сказали, нет, надо поехать. И из трех возможных маршрутов мы выбрали самый сложный, через речку Равума. Мы туда приехали, а там ходит паром. Выяснилось, что паром уже три дня никуда не ходит. Ну, вот, несмотря на то, что мы узнавались, списывались с капитаном. Вот, потом, ну, все-таки паром вечером пришел каким-то чудом. Потом началась давка на паром с жутким мордобоем. Два ДТП случилось в течение пяти минут, и это нас, кстати, спасло. Потому что пока они все разбирались, капитанским, я переговорил предварительно, он говорит, давайте, давайте, русские, заезжайте. Мы думали, ура, все, вот сейчас вот все уже закончилось. Но мы плывем на пароме, темнеет, паром подплывает в камыши, открывается этот бортик. А там камыши и 20 диких местных людей, которые что-то кричат и непонятно чего хотят. Потом мы поняли, чего они хотят. Мы только выезжаем, и начинается совершенно сумасшедшая грязь. Бусики, зеркаль, за... Нет, 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 бизнес другой. Там сидит куча машин в этой грязи, совершенно непонятно грязь. И местные говорят, давайте мы вас проведем, мы вам поможем. Они показывают такой путь, чтобы машина застряла, а потом за 100 долларов 20 человек вытаскивают эту машину. И вы попались на эту, нет? Нет, конечно, сказал, брат, спасибо. Мы не для этого готовили машины к внедорожью, поэтому в течение часа мы там буксовали. Все улепленные грязью, мы все-таки выехали. Ну, правда, только выехали, пришли люди с автоматами и фонариками, сказали, вы кто? Мы русские, а вы кто? Мы пограничники, вы что тут снимаете? Тут нельзя снимать, мы тут боремся с террористами из Аль-Шабаб, запрещенная группировка в России. Вот, и поэтому вы сегодня дальше никуда не поедете, ночуйте на блокпосту. Мы доехали через эти камыши и грязную дорогу до блокпоста, остановились, мы говорим, а где? Они говорят, в машине. В общем, в итоге мы поставили палатки и прямо там заночевали, ночью уже варили себе обед. В общем, такое веселое пересечение. Романтика. Это история из ЮАР. Мы едем по самому бедному кварталу, и я сижу на месте пассажира, фотографирую, снимаю, отстегну ремень безопасности. Ну, мне надо же вертеться, крутиться. И тут полицейский видит, что мы, значит, едем, не пристегнутый, тормозит. Подходит ко мне, говорит, ты что без ремня? Я говорю, ну, я извиняюсь, мы русские путешественники, долго едем, надо было сфотить, интересно, ЮАР, крутая страна. Он такой, да, пойдем-ка проверимся на алкоголь. Я говорю, ну, хорошо, а что, я похож на пьяного? Ах, ты еще и перечить офицеров вздумал? Я говорю, нет, 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 сам уже ожидаю. Думаю, это вообще веселье пассажира проверить на алкоголь. Ну, вообще мы бы не попробовать. Вот, я говорю, все, господин офицер, как скажете, мы выходим из машины. Он обходит и говорит, да, резина, конечно, сносилась. И тут мой товарищ, который бы за рулем высовывается, говорит, Леша, скажи им, что мы в Кейптауне поменяем резину. Полицейский поднимает на него глаза, смотрит, смотрит, потом хватается за голову и говорит, боже мой, так это что, я 10 минут не с тем человеком говорю. Я напомню, в ЮАР руль справа. Он меня принял за водителя и долго упорно меня собирался протащить. В общем, 10 минут мы смеялись. Все закончилось хорошо, пожалеют друг другу руки, никаких вопросов не было, и мы поехали дальше. Супер, супер, супер. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.